как сломал мою мышку вы играете в опупенную компактерную игру и вас постоянно бесит провод от мышки я помогу вам справиться с этой проблемой просто отрежьте шнур и все поверьте после этого будет намного удобнее играть ну работа я сказал работа ты слышишь меня походу я что-то не то сделал ну удачи иногда тоже случается надеюсь андрей ничего не заметить так я или сделал беспроводной придурок ты ее сделал не рабочий вот ты зануда каждый раз чем-то недоволен но ничего скоро ты станешь очень добрым братом чего вы это ты переезжаешь не дождешься андрей станет не просто добрым он будет самым добрейшим братом на всем белом свете скорее всего даже добрее меня хотя нет добрее меня людей нет все дело в том что на днях я заказал посылку из китая и как раз сегодня она должна прийти это наверное курьер и я не ошибся забрав посылку я незамедлительно приступил к распаковке открыть коробку оказалось не так просто как я думал через два часа с горем пополам у меня все же получилось это сделать коленька а что это там у тебя вот то так ничего интересненького мне все интересно что связано с моим сыном видимо придется рассказать а я ведь предупреждала компьютер до добра не правда принципе так даже лучше хорошо что мама не поверила мне а то начала бы расспрашивала мне надо я петербург что не делается все к лучшему теперь можно инструкцию почитать о мать моя женщина беда пришла откуда не ждали по ходу разучился книгу вру лучше поздно чем никогда сейчас по-быстрому вспомню русский алфавит и вернусь к инструкции ой погодите-ка кажись я понял в чем дело инструкция на китайском языке хух ну я и пересрал перепугался нафиг эту инструкцию и без нее справлюсь сделал своему злому брату чаечек добавил в кружку немного себя капельку доброты как приятно и неожиданно я чего-то не знаю я а кроме того дела как бы так сказать я самый ужас надавцам из китая ни в коем случае нельзя доверять гады вместо эликсира добра подсунули отраву и что делать в такой ситуации противоядия у меня нет значит нужно скорее звонить в скорую надеюсь еще не поздно странно а почему гудки не идут тупанул это ведь пульта телевизора хотел уже набрать телефона но мама резко пришла в себе мама ты же ну и напугала ты меня ради бога прости меня сыночек я не хотела тебя пугать не понимаю что со мной произошло наверное чаю настолько пупинные стопы потерял сознание точно я ведь отключилась после того как попробовал отвечать а он и правда очень вкусный спасибо я старался почему мне теперь так хочется творить добро сыночек может нужна твоя вещь постирать было бы неплохо замечать мне показалось эликсир добра подействовал на мою маму неужели он работает коленька помнишь ты на днях двойку получил я тебя еще тогда очень сильно отругала до ценки но и китайцы молодцы умеет же создавать полезные вещи но я не хочу чай очень вкусненький тебе понравится я не хочу братанчик такой чайок ты еще не пробовал поверь мне на слово последний раз говорю я не буду пить твой чай один глоточек нет ну ладно полглоточка сколько можно повторять нет нет и еще раз нет обидно я старался ты вот так со мной ну ладно я чайок оставлю друг захочешь забери кружку коля коля чай . стык надеюсь рано или поздно андрей все-таки попробует мой чай и сразу же превратится в добренького брата а вдруг не превратится будет очень обидно если ему даже лексир добра не поможет ай пофиг на брата лучше гляну как там дела у мамули как оказалось у нее все супер мама постирала мои вещи погладила их и вдобавок купила мне новую игру на приставку увидев диск и руках я понял что таких классных мам больше нет что нужно сказать спасибо китайцам за эликсир видимо эликсир добра дал сбой у меня в руках диск игорь за упорку если андрей выпьет чай то он станет злее чем обычно братишка как я по тебе соскучился кстати ты был прав такой чайок я еще не пробовал после моего чая андрюха превратился в очень доброго человека он не кричал не злился на меня и даже улыбался а это дорогого стоит я просто не верил своим глазам конечно здорово видеть улыбку брата но если потом эликсир подействует на него так же как и на маму то мне трындец к счастью пока все шло как по маслу получается не зря полномазл маслом главное не подскользнулся некий путь поаккуратнее в следующий раз ну дожди любименький братьев мне еще никогда даже при сегодня вам люблю отдам тебе свою тачку чего я не сплю ты правда готов не отдать свой любимой тойоту да мне для тебя ничего не жалко вот это правильно жалко у пчелки в жопке братанчик раз такое дело не хочу сильно наглить но может и телефончик не свой подконишь конечно все что хочет забирать да ладно отпадно у меня будет крутая тачка и новый телефон сегодня самый лучший день хотел уже подойти к столу и забрать свои подарочки но позитивный настрой брата резко сменился на негативный андрей что и силы стал на меня громко рать таким его я еще не видел эликсир добра явно оказался бракованным сначала гнев завладел мамой а теперь и андреем что же я наделал мне показалось или ты хотел забрать мои фоноключи от моей тачки мне показалось или ты злой какой-то тебе показала бутерброд быстро приготовь я сказал быстро приготовь сам готов быстро минуту я из тебя хотел поскорее приступить готовки но в этот момент на кухне хозяйничала мама в руках у нее был острый нож свойственно посмотрев на меня она сказала что в холодильнике закончилось мясо после услышанного я занервничал мама подозрительно улыбнулась и тут же набросилась на меня но благодаря моим быстрым ногам мне удалось спастись сынок открой дверь обещаю будет совсем не больно и вот нахрен я заказал этот эликсир я решил все рассказать своему другу как они сразу это такое ну конечно эликсир добра коля учи китайский потому что написан эликсир зла и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok